доброго времени суток вы очень давно меня просили и вот я наконец сняла рецепт очень вкусного нежного и ароматного классического медовика и так для приготовления торжей нам понадобится 400 грамм муки это чуть меньше трех стаканов 220 грамм сахара это примерно один стакан 100 грамм сливочного масла 2 яйца 1 чайная ложка соды 2 столовые ложки меда и как всегда хорошее настроение первую очередь нам необходимо смешать яйца добавить к ним щепотку соли сахар и взбить венчиком или миксером до однородности яйцам добавляем сливочное масло мед и отправляем сотейник на небольшой огонь далее нам необходимо при постоянном помешивании довести массу до кипения но ни в коем случае не кипятить чтобы яйца не свернулись повторюсь на небольшом огне при постоянном помешивании нагреваем массу снимаем сотейник с огня и добавляем соду активно перемешиваем масса у нас начнет увеличиваться в объеме это сода вступает в реакцию с медом после того как пена немножко осядет мы в горячую массу начинаем частями добавлять муку сначала перемешиваем тесто в сотейнике с помощью ложки или лопатки потом когда это уже будет довольно затруднительно перемещаемся на рабочий стол и будем перемешивать тесто руками муки вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше чем указано в рецепте но больше муки я все таки не советую вам добавлять горячее тесто она будет довольно липкая но после того как она полежит в холодильнике и остынет его консистенция станет более плотной и она уже не будет липнуть к рукам оставшуюся муку я высыпала на рабочую поверхность выкладываю тесто и начинаю замешивать уже руками тесто должно получиться довольно мягким поэтому не забивайте его мукой и как я уже сказала ранее в холодильнике оно наберется необходимой плотности и не будет липнуть к рукам я предпочитаю делить тесто на коржи перед его охлаждением на мой взгляд это наиболее удобно тарелку на которую мы будем складывать колобки теста слегка присыпьте мукой чтобы тесто к ней не прилипло далее делим тесто на необходимое количество коржей можно выпекать 6 8 10 коржей мне нравится выпекать 10 тогда они получаются более тонкими лучше пропитываются кремом и торт в итоге получается более нежным тесто делим на нужное количество частей и из каждой части формируем колобок тесто накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на час за это время тесто станет более плотным и с ним будет очень легко работать рабочую поверхность подпыляем мукой и раскатываем наши колобки в тонкие коржи удобнее всего раскатывать тесто на той поверхности на которой оно будет выпекаться я использую тефлоновый коврик можно использовать также силиконовые коврики либо обычную бумагу для выпечки главное не забывайте присыпать мукой тесто раскатываем в очень тонкие коржи и вырезаем до нужного нам диаметра я использую кольцо диаметром 20 сантиметров также для этих целей подходит тарелка и нож обрезки теста мы не убираем выпекаем их вместе с коржами обязательно нужно наколоть корж по всей поверхности вилкой чтобы тесто при выпечке не слишком сильно пузырилась эти коржи выпекаются очень быстро при 170 градусах не больше 5 минут выпекайте до золотистого цвета пока выпекается один корж можно раскатывать следующий только что выпеченное тесто довольно мягкое но дайте ему остыть буквально одну-две минуты и оно очень легко ломается остывшие слегка коржи тоже очень легко отходят от коврика таким образом выпекаем все 10 коржей прелесть этого торта еще состоит в том что тесто можно испечь накануне а также можно приготовить 2 или 3 порции теста испечь коржи лишние завернуть в пищевую пленку и хранить одну-две недели в сухом прохладном месте теперь поговорим о креме я вам предложу два варианта первый из них сметанный для него нам нужно соединить сливочное масло с сахарной пудрой и взбить в течение 5 минут на высокой скорости миксера до посветления и пышности масло обязательно должно быть очень мягким комнатной температуры его желательно достать из холодильника за 2-3 часа до приготовления крема когда масло стало очень пышным начинаем частями добавлять сметану сметану берите жирную от 20 процентов и дайте ей постоять при комнатной температуре минимум час взбиваем все до однородности и в итоге у нас получается вот такой довольно пышный сметанный крем второй крем это крем пломбир или дипломат и для него нам понадобится молоко жирные слитки для взбивания сливочное масло крахмал лучше брать кукурузный одно яйцо и сахар яйцо сахар и крахмал соединяем в чаши и перемешиваем венчиком до однородности молоко наливаем в сотейник и доводим его до кипения далее тонкой струйкой при непрерывном помешивании вводим горячее молоко в яйца возвращаем все это обратно в сотейник и на среднем огне при непрерывном помешивании доводим крем до загустения горячую заварную основу добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности далее накрываем крем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник нам нужно чтобы он хорошо остыл когда крем остынет начинаем взбивать сливки сливки берем жирные от 33 процентов взбиваем сначала на минимальной скорости постепенно увеличивая скорость миксера до максимальной чтобы сливки хорошо взбивались их необходимо на полчаса предварительно убрать в морозилку далее соединяем взбитые сливки и холодную заварную основу перемешиваем все до однородности и второй наш крем тоже готов какой крем использовать решайте сами они оба очень вкусные первый крем имеет небольшую кислинку от сметаны второй крем имеет более нежный сливочный вкус крем равномерно распределяем на все коржи не забудьте оставить немного крема для покрытия боков торта теперь можем приступать к сборке медовика сервировочное блюдо я вот таким образом застилаю пищевой пленкой а в серединку капаю немного крема чтобы торт не скользил выкладываем коржи друг на друга распределяя крем равномерным слоем и теперь мы можем приступать к сборке медовика в серединке sua кремировка как бы еще разводиться и вот так далее все подчиняясь все подчиняя фрукты и все подчиняяемся уже подчиняя в серединке Не забывайте покрыть кремом боковую часть торта, чтобы он равномерно пропитался. Обрезки от коржей необходимо измельчить вот в такую не слишком мелкую крошку и нанести ее по всей поверхности торта. Безусловно, это классическое оформление медовика. Тортик можно выровнять крем-чизом и сверху украсить ягодами, либо каким-то другим декором. Если вы будете на основе медовика собирать двухъярусный торт, то лучше предварительно торт подержать ночь в холодильнике под прессом, например, положив сверху разделочную доску. Далее нам необходимо осторожно вытащить бумагу для выпечки. Таким образом, сервировочное блюдо у нас остается чистым. Далее тортик необходимо на 2-3 часа убрать в холодильник, чтобы он пропитался. Наш медовик готов! Он получается очень вкусным, нежным, ароматным и буквально тает во рту. Вкус прямиком из нашего детства. Обязательно попробуйте приготовить. Не забывайте отмечать меня на своих фото в инстаграм. Я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok